Казахстан планирует взять кредиты на 1,5 млрд евро. Мажелис одобрил ратификацию соглашения о займе у Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Деньги пойдут на финансирование бюджета 2021 года и на борьбу с COVID-19, сообщил министр финансов. По словам Ярулана Жамаубаева, Азиатский банк готов занять 908 млн 596 тыс. евро. Половину этого займа Казахстан обязуется погасить в течение 10 лет. Остальную часть необходимо будет вернуть в течение 5 лет. Второе соглашение с банком было подписано на сумму 661 млн 800 тыс. евро. Ситуация с COVID-19 в стране ухудшается. За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 678 человек. Пневмонию диагностировали у 20 жителей страны. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 126 тысяч. Лидером в антирейтинге по заражению остается Восточно-Казахстанская область. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 154 факта. В этой связи в приграничных районах усилили меры безопасности, чтобы не допустить распространения COVID-19. В Шимонахе через таможенный пост граждане России могут заехать на территорию страны только с отрицательными ПЦР-тестами. У казахстанцев же при возвращении домой проверяют температуру и на месте берут анализы. Результатов люди ожидают в специальном учреждении в селе Выдриха, где уже подготовлено 250 мест. В целом для лечения зараженных в районе развернуто 180 коек в стационарах. В районной больнице установлена централизованная кислородная станция, закуплено необходимое оборудование, в том числе передвижной медицинский комплекс. Теперь своевременную помощь смогут получать и жители отдаленных населенных пунктов. Активно работают и мониторинговые группы. На текущий момент процент загруженности у нас коечного фонда составляет 22%. Соответственно, лекарствами мы обеспечены в полном объеме, согласно протоколу диагностики и лечения всех видов, как минимум на два месяца. Также средства индивидуальной защиты у нас имеются в полном объеме. Сложной остается эпид-ситуация и в западно-казахстанской области. С начала месяца здесь коронавирусной инфекцией заразились около 800 человек. За последние сутки зарегистрировано 33 новых случаев. Наш СОПКОР в Уральске, Бутагос Базарбаева, сейчас находится на прямой связи со студией. Бутагос, здравствуйте. Расскажите, как соблюдаются меры эпидемиологической безопасности в регионе? Здравствуйте, Жанна. По последней статистике, за последнюю неделю рост заболеваемости составил 17%. Большинство заразившихся – это работающие люди среднего возраста, причем 56% – это жители областного центра. Последним постановлением санврача области госоргана было рекомендовано перевести на дистанционный режим работы 80% сотрудников, а бизнесу – 50%. Между тем, в городе маршрутные автобусы по-прежнему забиты, хотя заполняемость должна быть строго по посадочным местам. Из 400 автобусов на 35 маршрутах сейчас на линию выезжает только 300. Это связано с тем, что перевозчики сократили число автобусов из-за снижения пассажиропотока. Сами же горожане, вынужденные ездить в переполненных автобусах, не скрывают, что здесь они могут подхватить коронавирусную инфекцию. Притыки едем, полный салон, стоящий. Ну, не знаю, есть, конечно, риск заразиться, если там больной есть. Ну, многие люди просто не соблюдают масочный режим, дистанцию. Вот. Ну, страшно, да. Бывает, что задумываешься об этом, когда серьезно, то страшно. Закрыть все только, больше выхода нет. Тем не менее, мониторинговая группа никаких нарушений в ходе рейдов по маршрутам не обнаружила и никого не оштрафовала. Но факты нарушения были выявлены в объектах торговли и общественного питания. С ноября месяца мониторинговыми группами проведено 790 рейдов. Из них на 91 объекте были выявлены нарушения. Составили у нас 145 административных протоколов по статье 425, часть 1, на сумму более 8 миллионов тенге. Кстати, вчера в регионе уже завершился двухнедельный локдаун. Теперь по субботам здесь открыты торговые дома, рынки могут работать, будут ездить автобусы, а все санитарные посты уже сняты. У меня на этом все. Жанна, слово вам. Спасибо, коллега. Я напомню, на прямой связи со студией была Бутагос Пазарбаева. Продолжаем выпуск. В Туркестанской области практически ежедневно штрафуют любителей незаконных тоев. Ни запрет эпидемиологов, ни опасность заразиться COVID-19 не останавливают людей в организации и посещении крупных праздников. В одном из ресторанов Арыси банкеты проводили бесперебойно. Жители Келесского района пышный беташар устроили дома, а в Шардаре организовали сватовство. Выявленные нарушения также в Туркестане и Кентау, нарушителей карантинных ограничений, привлечены к административной ответственности. Мобильными группами выявлено 5550 административных правонарушений. По 4373 из них наложено свыше 223 миллионов тенге штрафов. В том числе более 500 человек привлекли к ответственности за проведение различных тоев. Остальные взыскания получили люди, которые не носят масок и предприниматели, не соблюдающие временной режим работы объектов бизнеса. На севере страны на карантин закрыли сельскую школу. У восьми учащихся, включая одного воспитанника мини-центра, обнаружили COVID-19. Школа находится в селе Акбулак у Альхановского района. Выяснилось, что дети заразились от родителей. Если за текущую неделю новых фактов инфицирования не зафиксируют, то учебные заведения продолжат работать в штатном режиме со следующего понедельника. Эти дети постоянно на контроле находятся. Поликлиника и СССР проверяет всех детей. Например, если в классе заболел, общался он, не общался, ходил в школу, нет. Все равно у них взяли анализы и пока на данный момент других детей положительных результатов нет. В северо-казахстанской области карантин по птичьему гриппу сняли еще в девяти селах. Закрытыми сейчас остается 10 населенных пунктов. В трех из них убрать ограничения планируют сегодня. Из-за вспышки инфекции в регионе погибло около полутора миллиона пернатых, в том числе поголовье нескольких птицефабрик. Подеж был зафиксирован в 52 селах. Пострадавшим фермерам выплачивает компенсацию. И о событиях в мире. Очередной антирекорд зарегистрировали в России. За сутки выявили больше 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекций. Больше всего зараженных в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. К слову, ранее официальные власти заявили, что пока не собираются вводить новых ограничений. При этом главы регионов самостоятельно ужесточают карантинные ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки. Тем временем в Азербайджане резкий рост заболеваемости COVID-19 вынудил правительство вновь перевести школьников на дистанционное обучение. Дети проучились всего месяц. По статистике в республике фиксируется более двух тысяч случаев заражения коронавирусом ежедневно. Каждое утро Рахиля Хамедова собирает класс на онлайн-урок. Кому-то не сразу удается подключиться, у кого-то звука нет или видео. Но все технические проблемы решаемы. Главное в нынешних условиях, чтобы дети продолжали учиться. А значит, 30 минут, отведенные для урока, нужно использовать с максимальной пользой для школьников. В школе мы все-таки проходили, у нас длился 45 минут. Это было как-то... Вот эти 15 минут играют действительно огромную роль. Огромное значение, потому что эти 15 минут можно уделить внимание каждому ученику, как-то ответить на их вопросы, на их проблемы. А в онлайне у нас все-таки 30 минут. Это действительно немного маловато. Но у нас не остается времени для того, чтобы сделать, например, какой-то обширный такой опрос. Поэтому мы начинаем просто разбираем упражнения, объясняем новую тему. Если есть вопросы по новой теме, мы только это. Но опрос по пройденным темам, к сожалению, мы уже не успеваем провести его. Старшеклассники освоились быстро. Неполадки со связью решают самостоятельно. А вот младшим группам нужна помощь родителей, на которую в процессе обучения рассчитывают и учителя. Переход на онлайн-обучение состоялся еще в марте, поэтому на данный момент большая часть школ интегрирована в соответствующие платформы. Вместе с тем, для тех, у кого бывают трудности с интернетом в горных районах, организованы телеуроки. Конечно, никто намеренно не выбрал эту ситуацию. Поэтому мы сейчас должны сделать так, чтобы дети не остались без базовых знаний. Это важно для их дальнейшего обучения. Онлайн-обучением охвачены 70% школ в республике. Учителя и учащиеся уже адаптировались к новым условиям работы и обучения. Но в любом случае и те, и другие с нетерпением ждут живого общения, которое возможно только после окончания пандемии. Шафа Галеева, Айгюн Гасан, Хабар, Азербайджан, Баку. Вернемся к событиям в нашей стране. В прокуратуре Туркестана сообщили, что специалист отдела жилищных отношений подделывал документы и незаконно предоставлял жилье жителям региона. Дело направлено в суд. По словам прокурора города, вина подозреваемого в мошенничестве в крупном размере уже доказана по 9 эпизодам. За свои услуги госслужащий получал от 1,5 до 2 миллионов тенге. Преступную схему выявили сотрудники Акимата и обратились в полицию. В ходе рассмотрения уголовного отдела 16 из 37 человек, незаконно получивших квартиры, добровольно освободили жилплощадь. Еще 21 материал рассматривался в суде. На сегодняшний день остались две квартиры, жильцы которых не хотят съезжать. Решение суда по ним направлено судебным исполнителям для принудительного выселения. До конца следующего года в Казахстане на газификацию населенных пунктов направят 22,5 миллиарда тенге. На эти средства планируют реализовать 58 проектов. Задачу на заседании правительства сегодня озвучил министр энергетики Нурлан Нугаев. Таким образом, по его словам, доступ к голубому топливу будут иметь почти 10 миллионов казахстанцев. А к 2025 году этот показатель должен превысить 11 миллионов человек. В первую очередь этому будет способствовать реализация второго и третьего этапов проекта СРРК. Они предполагают газификацию Восточного Казахстана, а также расширение и реконструкцию региональных сетей. А стоит отметить, что за последние пять лет на газификацию страны только из республиканского бюджета было выделено 125 миллиардов тенге. Еще один вопрос, который поможет в улучшении экологии страны, рассмотрели сегодня в правительстве. До 2025 года в Казахстане намерены построить шесть мусороперерабатывающих заводов. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Оскар Мамин. Находиться предприятия будут в Нур-Султане, Алматы, Шумкенте, Караганде, Актубе и Таразе. Для строительства комплексов планируется привлечь около двух миллиардов частных инвестиций. Запуск заводов позволит увеличить дело о переработке твердобытовых отходов до 30%. Также в течение пяти лет в республике должны вырасти площади лесов примерно на 500 тысяч гектаров. Для этого планируется высадить 2 миллиона деревьев. Новые технологии на страже экологического законодательства. Впервые в Магисталской области будут использовать дроны для определения 11 источников органических сгрызнений. В основном летальные аппараты, призванные работать над территориями масштабных производственных объектов региона, заводах и месторождениях. Промышленные квадрокоптеры смогут вести фото и видеосъемку с воздуха в течение 40 минут. В машине последнего поколения не страшен магисталский ветер. Дрон весом в полтора килограмма оснащен сенсорами и тепловизором. Его можно запускать в радиусе 7 километров и на высоту 3,5 километра. Пока департамент экологии получил один аппарат в планах закупка дополнительных батарей, специалисты подчеркивают, дроны не будут применяться на особо охраняемых природных территориях. К слову, в этом году в Магисталской области за нанесенный ущерб окружающей среде предприятия были оштрафованы на 2 миллиарда 800 миллионов тенге, из которых 90% были взысканы. И к этому часу это все, о чем мы успели рассказать. Берегите себя и своих близких. До свидания.